Ин, пойдем смотреть спальню, давай сразу скажем, что вот можно зайти в нее, а можно пройти через коридор. Ну мы давай пройдем в нее, а потом уже разберемся с коридором. Давай. И пока туда двигаемся, ну я правильно понимаю, что твоя собственная квартира несъемная будет в этом же стиле, потому что, ну, тебя же техника и все то, что ты купила, обяжет это сделать, да? Возможно, а возможно нет, потому что мы с мужем решили, что мы будем экспериментировать. Сейчас мы живем в стиле в mid-century, а возможно через время нам захочется пожить в каком-то другом стиле. Я не знаю, что будет дальше. Какой дикий фьюзен, да? Например, да. С неоновыми стенами, но при этом хрустальной люстрой. Да, прикольно. Так, хорошо, спальня. Сразу вопрос. Черные стены. Тебе прям разрешили арендодатели взять и все в черный закатать? До нас стены были покрашены в ярко-изумрудный цвет. Мы решили, что мы тоже хотим поэкспериментировать с более темным цветом, но все-таки не изумрудный. И таким образом остановились вот на таком красивом глубоком зеленом оттенке Obsidian Green, это краска Little Green. Маленький совет. Считается, что все-таки темные оттенки лучше выбирать у более дорогих и качественных производителей. Да, особенно темные и сложные оттенки, да? Не просто черные. Да. Когда он так красиво по цветам, под разными углами превращается то в один, то в другой, да? И просто краски подешевле. У них нет такого дорогого внутри красителя, который даст под разными углами разный оттенок. Поэтому, да, есть такое. Абсолютно. И ты знаешь, очень интересно то, что когда мы покрасили в этот цвет спальню, нам многие говорили, да как же так в темной спальне, как вы будете здесь жить? Это же вообще драматично и тяжело для психики. Но на самом деле большущий плюс в том, что здесь очень высокие потолки, очень высокие окна и очень много света, да? Но за счет темного оттенка стен и за счет темных занавесок создается это ощущение такого будуара или темного пространства, где можно очень хорошо отдохнуть и выспаться. Конечно. Самое главное, и то, чем я горжусь, и особенно гордится мой муж, это то, что мы покрасили вот этот шкаф в цвет стен. История такова, что моя мама отдала нам шкаф Мистер Дорс, которому лет, наверное, 30, и мы поняли, что качество у Мистер Дорс такое классное, что мы не хотим его выкидывать. Прекрасно. Но он был ярко-красного цвета, то есть цвета красного дерева. И, к сожалению, конечно, концептуально он нам совершенно не подходил. Мой муж взял кисточку, валик и сделал вот такое прекрасное творение. Очень хорошо. Это шкаф покрашенный, да? А вот эти два шкафа, это совершенно другой производитель. Это не Мистер Дорс, они не покрашены. Что мы сделали? Вау! Нам нужно было, так как у нас много вещей, нам нужны были места хранения, мы очень долго искали, опять же, шкафы узкие, 40 сантиметров, которые можно было сюда поставить. Но ничего не смогли, к сожалению, найти. И заказали у ульяновских умельцев вот такой шкаф. Это распашной, он зеркальный. Здесь мое отделение, тут отделение мужа. В целом я довольна тем, как эти шкафы были произведены и собраны, но не без косяков, как всегда это бывает. Это отделение должно было быть 50 сантиметров, но почему-то на производстве перепутали и сделали 46. И поэтому мой плечистый муж, его одежда теперь вешается чуть-чуть, чуть-чуть под углом, потому что иначе просто ничего не помещается. Но в целом я очень довольна, потому что здесь очень много, мы предусмотрели разных шкафчиков, мест хранения. Собственно, можно положить все, что угодно. В целом все помещается. Мелочи жизни, то, что чуть-чуть поуже, ладно. Не стали мутить. Я вижу, что кровать как будто бы высокая. Да. А что вы сделали? Два матраса или какое-то высокое основание? Нет, просто кровать Хофф, она такая высокая. Мы выбрали хороший матрас, магнифлекс итальянского производителя. Очень ими довольны. Долго искали, несколько раз меняли. Вообще, Оля, эта кровать, она путешественница. Она была с нами в предыдущей съемной квартире. И я думаю, что в следующую, нашу или съемную, она тоже с нами поедет. Она очень удобная. У нее огромное внизу основание, в которое можно сложить еще кучу дополнительных вещей. Класс! Ты меня вдохновляешь. Чем больше ты мне рассказываешь, тем меньше у меня страхов сейчас насчет того, где же я буду жить. Этот цвет, это тоже винтажный цвет. И классный продавец на Авито, Михаил. Он просто суперкрутой, Оль. Просто вот, я не знаю, его точно нужно упомянуть. Он нам очень помог найти вот этот вот цвет. Оля, обрати внимание вот на этот косячок в нашей квартире. Да, да, да. Смысл в том, что у нас просто не входил шкаф. Точнее так, шкаф входил, но дверь бы не открывалась. И поэтому мы решили убрать вот эту деревяшку, оставить ее так. По идее, надо было как-то это все задекорировать, но руки так и не дошли. И это, наверное, единственное место в квартире, где вот мы так и оставили, так и живем, и не обращаем на это внимания никакого. Знаешь, такое как бы напоминание о том, что вы умеете организовывать пространство, и вот такой маленький кусочек только остался. Ну да.